Ну это бардак. Неожиданно для нас, что в этом году вот именно так всё. Продажа путёвок в детские оздоровительные лагеря стартовала на Камчатке 11 апреля. За моей спиной лишь часть очереди из родителей, желающих приобрести их для своих детей. Некоторые пришли сюда аж в 6 утра. Желающих отправить своих детей в один из трёх загородных лагерей Камчатки, как всегда, оказалось много. Волна, металлисты и альбатрос пользуются популярностью. Вот только попасть туда, по всей видимости, смогут не все. Мы с 8 утра не продвинулись ещё, до прихожей не продвинулись. Сегодня, к сожалению, мы не приехали в 6 утра. Может быть, в 6 утра мы бы поднялись сейчас на второй этаж. Они мне по телефону сказали, что 10 минут на человека. Если тут стоять можно до пяти вечера, если у них пройдёт, 6 человек за час. Не у всех есть возможность стоять целый день в очереди. Люди стали обмениваться номерами, оставлять документы, чтобы вернуться тогда, когда настанет их черёд. Некоторые вызывают бабушек, дедушек, потому что стоять люди в рабочее время столько времени не могут себе позволить. Каждому человеку, который здесь стоит в очереди, к нему подходят ещё 4-5 человек, которых он, грубо говоря, за собой ведёт. Кого-то отпустили с работы, у кого-то есть возможность. Вот у меня сейчас есть возможность, сейчас я стою. Будем так меняться. Причём такая ситуация с покупкой путёвок происходит каждый год, говорят родители. Немало неудобств доставляет и требования оплаты только наличными. Кроме того, в этом году стоимость путёвок существенно выросла. Мне, видимо, придётся в ночь стоять, списки какие-то, наверное, будут тут собирать. Я даже не представляю, я не знаю, что это будет. Почему они вот тянули вот эту вот тянучку, такого уже никогда не было. Спокойно продавали, видимо, не могли сложить вот эту цену. Цена-то какая? Этот человек должен весь месяц отработать, чтобы ребёнка отправить. 15 тысяч в прошлом году была путёвка, а сейчас как раз ровно в два раза. Мало того, что мы не можем оплатить безналом. Тут ещё вот этот вопрос. Мы звонили, мы просили, потому что по карте «Мир» возвращается кэшбэк какой-то. Здесь мало того, что нужно сразу же иметь наличку, а когда у тебя пять детей, собери-ка вот эту наличку. Может быть, кто-то бы в кредит бы там детей отправил. А сейчас вот у одной, вот я знаю точно, у неё ситуация такая, что из пяти детей поедет только двое, потому что она насобирала 60 тысяч только. Всё как-то очень неправильно сейчас. Почему так неудобно устроена система продажи путёвок? Почему оплатить можно только наличными? Эти и другие вопросы мы хотели задать руководству учреждений. Контактный телефон для связи со всеми тремя лагерями указан один. Вот только дозвониться нам так и не удалось. Хочется верить, что жалобы людей будут услышаны. И вопрос продажи путёвок в загородные лагеря упростят. Массмедиа Ньюс следит за развитием событий.